Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс Control Paint. Сегодня мы поговорим о выразительности. Большинство художников начинает рисовать людей, отталкиваясь от анатомии. Анатомия это здорово, она полезна для правильной передачи структуры объекта. Но вот только она пуста, она сама по себе ничего не выражает. Как зрители мы обращаем больше внимания на выразительность, которая может проявляться в языке тела, выражении лица. Это информация, которую мы получаем от людей, с которыми сталкиваемся. И как иллюстратор вы передаете эту информацию в своих персонажах. И если речь идет о повествовании, о какой-то истории, то тогда основной акцент нужно сделать именно на выразительности, структура которой играет меньшую роль. Один из способов знать больше о выразительности – смотреть мультики. Особое внимание стоит обратить на диснеевского аниматора Глена Кина. Как вы видите, его работы просто восхитительны. Он может в одном жесте выразить всего персонажа. Здесь нет никакой лишней информации. Ведь все его работы говорят о настроении, помогают погрузиться в историю. Черты лица и персонажи в его работах гиперболизированы. И стоит обратить внимание на то, как художник это делает. Когда вы копируете подобные рисунки, вы вряд ли будете довольны результатом. Но не стоит расстраиваться. Ведь в конце концов вы копируете мастера. Вам важно понять, как он придает выразительность рисунку. Если сравнить рисунок с фото, то рисунок даст вам куда меньше информации о персонаже. Но для изучения рисования это как раз то, что надо. Вы увидите только необходимые черты. И остальные детали фотографии не будут вас отвлекать. Еще один отличный источник, откуда вы можете много узнать о выразительности, это мультфильмы Pixar. Если вы хоть раз смотрели мультфильмы Pixar, то знаете, что там просто фантастически передается язык тела и выражение лиц персонажей. Даже если отключить звук, мультфильм все равно будет потрясающе выразительным. Кроме шуток, каждый кадр этой студии отличный материал для изучения. Как я говорил о жестовом рисовании раньше, расслабляйтесь. Самое важное передать настроение и выразительность. И этого очень трудно добиться, если ваши движения медленные и слишком просчитанные. Используйте широкие и длинные выразительные линии. Стирайте лишнее, если нужно. Выражайте эмоции. Даже если вы разбираете чьи-то рисунки, вам все равно нужно добавить свои собственные эмоции. Трудно нарисовать улыбку, если вы сами не улыбаетесь. Я думаю, что у каждого из вас есть любимые мультфильмы, которые вы могли бы порекомендовать остальным. Я хотел бы узнать ваше мнение. Напишите мне в комментариях, я лично фанат западной анимации. Мне кажется, что в западной анимации гиперболизация куда ярче проявлена, чем, например, в японской. Японская анимация, она очень красивая. Но если вы хотите научиться передаче выразительности, то вам нужно обратить внимание на американскую анимацию. Если же вы преследуете иные цели, то это уже совсем другое дело. А что если вы предпочитаете реалистичное рисование? У вас может возникнуть вопрос. Это все здорово, если ты любишь рисовать мультики. Но я-то предпочитаю реализм. Эти же вещи ну никак не связаны друг с другом. Вот я считаю, что они связаны. Да если вы предпочитаете реализм, он все равно должен быть выразителен. Судя по моему опыту, для того, чтобы понять способы передачи выразительности, стоит начать с самых гиперболизированных и выразительных примеров. И мультики это как раз то, что нужно. А затем понемногу можно снимать степень гиперболизации, делая изображения все более и более реалистичными. Но во время процесса рисования вам все равно нужно будет искать настроение и выражать его через язык тела и выражения лиц. Это сделает ваших реалистичных персонажей куда более понятными зрителями. Они даже станут выглядеть реалистичнее, если они станут выразительнее. Итак, откройте пару мультфильмов студии Disney или Pixar и сделайте пару скриншотов. Это лучший материал для вашей работы. Удачи! Спасибо за внимание!